Огнёвки. Авторы Александр Абрамов и Сергей Абрамов. Хаилшемский метеорит. Обо всём, что предшествовало событиям в Усть-Хатимской тайге, я почти ничего не знал. Так, слышал кое-что, как говорится в полуха. Не то с чьих-то слов, не то из радиопередачи где-нибудь в таёжном колхозе или охотничьем хозяйстве. Только потом уж, когда мы с Панкиным стали участниками необычайных происшествий, я узнал наконец обо всём, что им предшествовало. А случилось на первый взгляд нечто обыденное, ничем особым не примечательное. В конце июня, когда мы в тайге даже на небо не глядели, скатились по чёрному небосводу еле заметные звёздочки. Чиркнули в ночной темноте три золотые искры и погасли. Только и всего. Каждый школьник знает, что это метеориты. Частые гости из космоса. Обычно Земли, не достигающие, сгорая в атмосфере. Кроме дежурных наблюдателей в разбросанных по миру обсерваториях, никто не знал, что эти падающие звёздочки на сей раз не сгорели, а всё-таки упали. Одна в Чёрном море, близ берегов Турции, другая в Усть-Хатимских болотах, восточно-сибирской тайги. Третья в верховьях Темзы, в Англии. Крохотные метеориты эти не заинтересовали учёный мир. Попробуйте-ка разыскать такой камешек где-то на дне Чёрного моря или в тине безбрежных таёжных болот. Но третий камень был найден довольно легко. Его увидел садовник графа Хейлшема в розарии английского родового поместья, на дне полутораметрового кратера, окружённого валом рыхлой земли. Метеорит был похож на чёрное обгоревшее яйцо крупной птицы. «Мина или снаряд», — решил садовник и побежал за констеблем. Констебль, участник минувшей войны, не побоялся взять в руки упавший с неба снаряд, колупнул его ногтем и под коркой нагара обнаружил поблескивающий металл сиреневого цвета. «Ядро», — сказал садовник. «Из пушки. Может быть, с самолёта». Констебль усмехнулся. Такими ядрами только при Трафальгаре стреляли, да и то из малокалиберных. А вдруг мина? Откуда? Не думаю. Сейчас только шкура слезает. Смотри. Пока полицейский вертел и ощупывал обгоревший метеорит, весь нагар откололся, как яичная скорлупа. В руках у констебля оказался сиреневый металлический эллипсоид, похожий скорее не на яйцо, а на миниатюрный мяч для игры в регби. «Тут что-то есть», — сказал констебль. В приложенном к уху сиреневом мячике глухо позвякивало. «Надо ложить», — сказал садовник. «Кому?» «Известно начальству. Так ведь преступления не было, имущество цело, а граф в отъезде». Решили отдать сиреневый эллипсоид викарию, у которого в эти дни гостил племянник, преподаватель химии Степлстонского колледжа. Химик был несказанно обрадован. А вдруг он на пороге большого открытия? Металла такого цвета нет, если только его не обрабатывали искусственными красителями. А зачем? Кто? И как эта штука очутилась в Хейлшемском розарии? По-видимому, то был контейнер неизвестного назначения и с неизвестным пока содержимым. Диковинным оказался и металл, из которого был сделан загадочный эллипсоид. Да и металли. После тщетных попыток химика найти в загадочном предмете разрез, стык или кнопку «сиреневый металл» вдруг обмяк и стал похожим на пленку, которая от теплоты рук начала утончаться и таять, как мороженое, превращаясь на глазах в лиловую слизь. А вскоре и слизь не то высохла, не то испарилась, не оставив ничего на столе, где бесформенной кучкой возвышалось содержимое исчезнувшего контейнера. Горсточка камешков или орешков разной формы, но одинакового цвета. Химик потрогал их, подержал в зажатом кулаке и обнаружил новое превращение. Оболочка орешков начала проминаться и терять форму. Тот же процесс, что и с контейнером. Металл, пленка, слизь, испарение. В исчезнувших скорлупках оказались споры неведомой жизни. Странная прозрачная паутинка. Разноцветные зернышки-бусинки, похожие на высохшие ягоды. Крохотные бисеринки совсем уж не определенного цвета и такие же миниатюрные рыжие листочки, свернутые трубочкой. Химик разложил все это по схожим признакам и задумался. Разумно ли информировать о странной находке научную общественность Лондона? Сейчас каникулы, никого не найдешь на месте, да и стоит ли, не померкнет ли его слава первооткрывателя в созвездии королевского научного общества? Они лучше ли поколдовать самому? Понаблюдать? Подождать? Пока развитие обнаруженного им маленького чуда не достигнет той стадии, когда уже ни одному крупному ученому не удастся заслонить скромного учителя химии. Он срочно заказал местному мастеру большой в размер стола прямоугольный ящик из органического стекла с дырочками в крышке для доступа воздуха. Через 2-3 часа в этом сооружении разместились все виды необычайной жизни в различных условиях развития. Одну бусинку ягоду химик заключил в колбу беспитательной среды, другую поместил в блюдце с водой, третью в рыхлую землю, взятую из развороченной клумбы садовника, четвертую в кусочек торфа из соседнего болота. Точно так же распределил он и остальные виды загадочного вещества – паутинки, листочки и трубочки. Химик, его звали, если не ошибаюсь, Кросби, понимал, конечно, что его опыт изучения зачатков внеземной жизни мог ограничиться только визуальным наблюдением, да и то лишь в стадии ее зарождения. На большее он и не рассчитывал. Ящик из оргстекла да старенький микроскоп – вот все, чем он располагал. Кросби и мечтать не мог добраться до клетки с ее мельчайшими внутренними структурами, не говоря уже о молекулярно-биологической природе этой жизни. Белковый ли? Кремниевый? Или какой-нибудь другой, вообще неизвестной земной науке? Рассмотрев под микроскопом частицу раздавленной бусинки и оторванной пинцетом паутинки, он попросту ничего не понял, как школьник, впервые допущенный к тайнам микроскопии. Какие-то красные и рыжие канальцы, не похожие ни на что тельца, вроде одноклеточных, то появлялись, то исчезали, меняли форму и цвет. Все это ничего ему не говорило. Но отказаться от самодеятельности и призвать ученых он уже не мог. Творившееся на столе в его импровизированном виварии с каждым часом интриговало его все больше и больше. Бусинки, расколовшись, дали ростки, похожие на крохотные кустики или пучки черной травы. Каждая травинка, если поглядеть на нее в микроскоп, заканчивалась раструбом, периодически раздувавшимся и сжимавшимся, словно растение дышало или добывало невидимую пищу из воздуха. Бисеринки дали еще более диковинные ростки. Тонкие, но упругие паучьи ножки, упирающиеся в пластик вивария и отталкивавшиеся от него в свободном прыжке сантиметра на полтора-два. Ну совсем как кузнечики, объяснял потом Кросби. У других видов тоже не было корневой системы, но они не прыгали, а катались по дну ящика, как миниатюрные зеленые шарики, подолгу задерживаясь в лужицах разлитой по дну воды. Листочки-трубочки подросли и только раскрывались и свертывались в опеременных судорожных движениях. Кросби часами просиживал в своего прозрачного ящика или в полном одиночестве, векаре категорически отказался иметь дело с этой нечистью, или в обществе соседского школьника Родди, мальчика лет пятнадцати, проявлявшего самый живой интерес к происходившему на столе. — Растения или животные? — спрашивал Родди. — Не знаю, — говорил Кросби. — Смотри. А почему одни прыгают, а другие подохли? Действительно, заключенные химиком в колбочке семена не демонстрировали никаких превращений, наоборот, они съежились и усохли. — А чем вы их кормите? — интересовался Родди. — Ничем. Растения добывают пищу из той среды, в которой произрастает. — Из какой среды? — не унимался Родди. — Они давно уже из блюдечек повылазили. — Иногда возвращаются, — неуверенно замечал химик. — Да у них и корней нет. Наловим чего-нибудь. — Чего? — Ну, мух, червячков. Бисеринки-кузнечики набросились на червяка, как свора голодных собак на брошенную кость. Минуту спустя пиршество закончилось. Кузнечики разбрелись по своим торфяным болотцам. Остальные червячки сползлись в клубок, который уже никто не трогал, а мухи жужжа бились о стекловидные стенки вивария. На следующее утро Родди первым делом поинтересовался. — Сожрали? — Дочисто, — сказал химик. — Тут, брат, такие дела, что хоть все королевское научное общество созывай. Зоопарк Кросби повзрослел. Кузнечики выросли до размеров обыкновенных полевых кузнечиков. Только странно тонких, как переплетение высоких полевых травинок. Зеленые шары раздулись с крупную сливу. Синие и желтые паутинки летали по ящику, как клочки нитяных дамских сумочек. А листики трубочки еще больше раздались и пожелтели. Не дать не взять осенние листья ольхи, свернувшиеся на холодном октябрьском ветру. Червячков уже не было. Часть мух плавала в блюдечках с откусанными головами, а другая часть сонно ползала, пытаясь найти отверстие в крышке вивария. Преодолев несколько сантиметров, мухи падали вниз, уже совсем дохлые. Воздух, — сообразил химик. При всей бедности его домашней лаборатории она все же позволила взять пробу воздуха из ящика и произвести анализ. — Азот и углекислота, — объявил он. — А кислород, — спросил Родди, — один-два процента. — Я же говорил, что это совсем не растение, — ликовал Родди. — Кислород поглощают, углекислоту выделяют, все наоборот. И головы мухом подгрызали, и растут, как грибы. Кросби и сам понимал, что с самодеятельностью надо кончать. Сменив стекловидную крышку вивария на густую металлическую сетку, он выехал на велосипеде на почту, откуда можно было дозвониться до Лондона, своего телефонного викария не было. С Королевским научным обществом связаться не удалось. Чей-то недовольный голос предложил явиться лично в очередной приемный день. Видимо, Кросби заподозрили в мистификации. Тогда он позвонил знакомому репортеру из Санди Таймс и рассказал вкратце о найденном метеорите и обо всем, что за сим последовало. Репортер, сразу почуявший сенсацию, обещал приехать с первым вечерним поездом. Возвратившись домой, химик понял, что произошло непоправимое. Вся лаборатория напоминала зимний двор, покрытый клочьями грязно-бурого снега. То была желтоватая пена из огнетушителя, валявшегося у входной двери. Бросались в глаза следы недавно полыхавшего пожара, обуглившаяся этажерка с книгами, обрывки обгоревших портьер. Больше всего пострадал виварий. Его металлическая сетчатая крышка в нескольких местах была расплавлена. Зияли дыры величиной сблюдца. Пена покрывала дно ящика со всеми зачатками развивавшейся внеземной жизни. Ничто не двигалось в кремовой кипении пены. У двери, прижавшись лицом к косяку, беззвучно рыдал Родди. С трудом удалось добиться от него маломальски внятного рассказа о том, что случилось. В доме Родди с утра был один. Викарий уехал с визитом к церковному начальству, а дома у правительницы, воспользовавшись этим, отправилась навестить замужнюю дочь. Родди сидел у окна и читал новый роман Агаты Кристи, время от времени заглядывая в ящик. Растения-насекомые, по его словам, выросли еще больше, а листочки-трубочки в развернутом виде уже достигали размеров чайного блюдца. Рыжая слизь, покрывавшая их, как только они развертывались, краснела и разгоралась вроде огонька сигареты, накаляя даже металлическую крышку-сетку, о которую они ударялись, подпрыгивая. В конце концов, в комнате стало жарко, голова кружилась, не хватало воздуха. Я понимал, почему, пояснил Родди. Они пожирали кислород и выделяли углекислоту в таком количестве, что я задыхался. Он выбежал на улицу. Когда вернулся, обмер. Один из листиков, развернувшись и пылая, как раскаленная докрасная железка, расплавил сетчатую крышку и, вырвавшись на простор комнаты, улегся на этажерку с книгами. Когда Родди вбежал, этажерка и занавески уже полыхали. Еще минута, и пожар охватит весь дом. Нераздумывая, Родди сорвал висевший у двери огнетушитель, саданул о стену ударником, и вырвавшаяся струя газа и пены погасила огонь. Но крышку вивария уже расплавляли другие пылающие листья. Пришлось направить струю пены и на виварий. Через минуту все было кончено. Несколько литров газа и пены не только предотвратили пожар, но и уничтожили его источник, чужую жизнь, заботливо выращенную экспериментатором-одиночкой. То, что она погибла, для Кросби стало ясным, как только он вытащил пинцетом из пены то, что прежде имело форму и цвет, росло и двигалось, а сейчас походило на грязные тряпочки, расползавшиеся при первом прикосновении. «Почему они погибли?» — спрашивали появившиеся вскоре репортеры. «Вероятно, их убила комбинация щелочных и кислотных растворов», — пояснил растерянный экспериментатор. Но профессор Макдоналл, прокомментировавший по просьбе редакции «Санди Таймс» загадочную историю Хейлшемпского метеорита, придерживался другого мнения. Он заявил, что химические растворы сами по себе едва ли могли убить попавшую на Землю чужую жизнь. Возможно, против нее, — писал профессор, — оказались бы бессильными и многие другие виды оружия. Судя по наблюдениям экспериментатора, убила ее изоляция от кислорода пеногасительной смесью. В руках человека по счастливой случайности оказалось самое действенное оружие — огнетушитель. Я подчеркиваю, именно счастливой, потому что убежден мы имели дело с опаснейшим вторжением, отразить которое было бы нелегко. Зачатки жизни, так неосторожно помещенные в ничем не контролируемые условия, развивались буквально не по дням, а по часам, и кто может сейчас сказать, на каком этапе остановилось бы это развитие. Особую тревогу вызывает стремительное поглощение неземными видами кислорода и столь же бурное выделение углекислого газа. Остается только надеяться, что два других контейнера бесследно исчезли и ничем о себе не напомнят. Появление огневок Все это, повторяю, я узнал много позже устьхатимских событий. Тогда же, когда мы со Славкой Угличем собрались в таежный маршрут, я и понятия не имел, что услышанное где-то краем уха сообщение о событиях в Англии будет иметь к нам самое непосредственное отношение. Целью нашего запланированного на следующее утро похода были обширные устьхатимские топи. В этом районе зарегистрировали несколько случаев энцефалита, и я со Славкой, паразитологом биостанции, должны были заняться поисками бациллоносителей этой болезни – клещей. Захватив микроскопы, пробирки, банки и канистру со спиртом, мы выехали в деревню Потемки, сначала на газике, потом на лошадях. А за Приозере уже никаких дорог не было. Отправив наше экспедиционное имущество за несколько десятков километров в объезд, мы зашагали по лесу. И, наконец, усталые, промокшие и голодные добрались до Потемок, где и заночевали у Прохоровых, местных охотников-зверолобов. Здесь я впервые услышал об огневках. «Дальше-то куда?» – спросил меня старший из Прохоровых, Семен. Я ответил. «У нас тут никто не болеет. Может, к северу на лесоповале?» «А в Усть-Хатимске?» «Так нет же никакого Хатимска», – засмеялся Прохоров. «Это болот так называются. И на болотах есть сушь». «Есть-то есть, даже близко. Там в кустарнике этих клещей тьма тьмущая». «Только…» – он замялся. «Что только?» «По болоту не пройти». «Почему не пройти?» «Пройдем. У нас на это болотные плетенки есть. Лыжи вроде Прохоровские». «Испокон веков мастерим. Любую трясину пройдут. Чем гуще, тем лучше. Только я не об этом. Об огневках. Не испугайтесь?» «Я не понял. Какие огневки? Это же семейство бабочек-вредителей». «А если эта бабочка полтора метра в размахе и горит, как уголь в печке?» «У Ваньки Мотовкина собаку сожгла. Три дня без просыпу пил». «Сообщили в район». «Да кто же Ваньке поверит? Самогонщика в раль. И собаку верно сам подстрелил». «А кто-нибудь еще видел?» «Огневок-то?» «Идет, Слушок. Проверить бы, добротельники побаиваются. А одному на болоте не резон». «Так пойдем вместе», — обрадовался я. «У нас ружье на двоих». «Ружей-то хватит», — задумался Прохоров, критически оглядывая наше снаряжение. «Только без груза пойдем. Налегке. Огневки там или не огневки, а на болоте сноровка нужна». «На рассвете мы уже стояли на краю леса. Низкое-низкое небо, такое же темное, как окружавшие нас ели и лиственницы, нависало над плотным сизым туманом. Туман съедал и даль, и близь, и дегтярную воду у самого берега. За спиной у каждого, кроме охотничьей двустволки, болталась пара болотных лыж, коротких и широких. Но Прохоров, не надевая их, шагнул прямо в воду. Сапоги у него, в отличие от наших резиновых, были яловые, высокие до бедра и туго перетянуты сверху тоненьким ремешком. Да и брезентовая куртка Семена лучше защищала от дождя, чем наши городские балоньи». «Шагайте смело», — сказал Прохоров. «Глубоко не провалитесь, под ногами тропа». Мы шли по мелкой воде, ощущая под ногами скользкий горбыль и старались не отставать от шагавшего впереди Прохорова. Туман словно отползал перед нами. Высветляя торчавшие из воды кочки с зеленой болотной травой или сизыми мшанниками. «Стоп», — сказал вдруг Прохоров, через полчаса. «Влазь на кочку и обувайся». Под обувкой он подразумевал лыжи, которые мы довольно сносно прикрепили к нашим хлебнувшим уже воды сапогам. «Тропа кончилась?» — спросил я. «Сворачивает, а нам к острову надо», — сказал Прохоров. «Ближе друг к дружке держись, а то оступишься — засосет». Мы пошли на лыжах. Легко сказать, пошли. Еле-еле переступали, с трудом вытягивая их из топкой грязи. Но все-таки шли, не проваливались. Прохоровские держали марку, не размокали и не соскакивали. Так мы шли еще с полчаса. А нужный нам островок все еще прятался в тумане. Вблизи туман совсем рассеялся, открыв картину, на которую не польстился бы ни один пейзажист. Черная грязь под ногами, ядовитая зелень травы и кочки с выгоревшим почему-то мхом. Потом уж мы поняли, почему он выгорел. «Теперь смотри в оба ребята», — предупредил Прохоров. «А чего смотреть?» — отозвался идущий впереди меня, Углич. Осок до кочки и вдруг замер с открытым ртом. Впереди, метрах в двадцати от нас, вода вокруг кочки кипела и булькала. Именно кипела, а не пузырилась от подземных газов. И вдруг из облака пара поднялся в воздух раскаленный лист, словно его сорвало ветром с крыши горящего дома. Поднявшись метра на три-четыре, он начал медленно сворачиваться в ржавую трубу, точь в точь колено, обычной водосточной. Не дожидаясь дальнейших сюрпризов, Прохоров выстрелил из обоих стволов. Я знал, что ружье у него заряжено крупной картечью, но она прошла сквозь лист, ничего не изменив в его структуре, будто бросили в волка горсть песку. Ржавая труба не слишком быстро, но и не слишком медленно, наподобие лениво летящей птицы, ринулась мимо остолбеневшего Прохорова к стоявшему позади Угличу. Тот даже выстрелить не успел, поднял двустволку прикладом вверх и ударил в разворот багрово-пылающего листа. Приклад, как топор, расколол лист надвое, и обе огненные половинки, скользнув по рукам Углича, погрузились в черную жижу. В тот час же вода закипела, вздымаясь двумя фонтанами пара, как новоявленные гейзеры. Славка вскрикнул, выронил двустволку, погрузил обожженные руки в болото, но вода кругом была слишком горячей. «Назад!» — крикнул Прохоров и помахал рукой. «Отступайте, мол!» Я подхватил Славку под руки, и оба мы, ковыляя кое-как на залитых грязью лыжах, отступили метров на пятьдесят. Обе половинки раскаленного листа сближались, соединяясь по разрыву, как амеба. «Дальше, дальше!» — кричал, отходя Прохоров, но сам он почему-то отходил медленно, в руке у него чернел ни то камень, ни то деревяшка. Лист, поднявшись из дегтярной жижи, согнулся и разогнулся, словно пробуя прочность стыка. Он был совсем такой же, как и десять минут назад, когда его расколол приклад Углича. И тут Прохоров швырнул свой черный, похожий на камень, предмет прямо в центр огненного листа, одновременно плюхнувшись в болотную грязь. Грохот взрыва ударил в барабанные перепонки. Прохоров уже стоял на лыжах, а пылающего листа словно и не было, только плавали кругом какие-то рыжие тряпки. Но они медленно подтягивались друг к другу. Казалось, их стягивала точно магнит, какая-то неведомая сила. И с каждой минутой лист постепенно собирался из лохмотьев и вскоре вырос до размера половичка, какой обычно кладут у входной двери в квартиру. — Это лимонка, — пояснил Прохоров. — Сберег после войны на всякий случай. Мало ли что на охоте бывает. — Этого зверя и лимонка не берет, — сказал я. — Потоплика домой скорее, пока он не склеился. А Славку в больницу придется отправить. Руки здорово обожжены. Возвращались молча. Углич стонал, то и дело останавливаясь, опуская руки в холодную жижу болота. Шли долго, поминутно оглядываясь, не преследует ли огневка. Но она не появлялась. Наконец добрались и до подводной хребтины тропы. Только тут Прохоров спросил. — Что ж делать будем? — Телеграфируем в Новосибирск. — Там уж знают. Еще до вашего прихода все болота кругом на вертолетах обследовали. Ничего не нашли. Теперь уже не искать надо. — А что? Газом травить? — Не знаю. Может и газом. О клещах мы забыли. Появился враг пострашнее. То он возникал у кромки болота в совхозе Ермак, то совсем рядом с нашей деревней на лесной пасеке. В совхозе два багровых листа сожгли трактор. Причем, по свидетельству очевидцев, вспышка горючего не принесла им никакого вреда. Огневки вынырнули из пламени, как купальщики из бассейна. На авторемонтном дворе, когда они налетели, народу было немного, да и те разбежались кто куда. А непонятные создания, покружившись над ожидавшими ремонта машинами, слезнули на лету дремавшего на солнце пса, кур, и скрылись на болоте. На пасеке огневки, их было уже три, учинили форменный разгром. Все ульи были сожжены целиком, а пчелы исчезли, словно их ветром сдуло. Пасечника спасла сетка, коснувшись которой огневки почему-то отступили, только слегка оплавили металлические прутики. Но самого пасечника из-за ожогов на лице вслед за Угличем пришлось отправить в больницу. Я жил у Прохорова, вместе с ним волнуюсь и нервничая в ожидании ответа на мою подробную телеграмму в новосибирский академгородок. Ответ не заставил себя ждать. Уже на другой день после налета огневок на пасеку на лужайке у сельсовета опустился в вертолет со странным грузом, огнетушителями. Груз сопровождал завхоз экспедиции Панкин, обогнавший ученых, застрявших где-то по пути из-за нелетной погоды. Мы, естественно, заинтересовались. Зачем огнетушители? Лучший вид оружия, проверен в Англии. О Хейлшемском метеорите слыхали? И Панкин рассказал нам о судьбе внеземной жизни, погибшей от огнетушителя английского школьника. Что же будем делать? Повторил свой вопрос Прохоров. Ждать, решил Панкин. Кого? Экспедицию. Ученые, думаешь, зря едут? Пока ученые едут, нас с тобой эта пакость одолеет. Летит и летит. Управы на нее нет. Есть управа, вмешался я. Зря, что ли, прислали эту кучу огнетушителей, знали, что делали. Но у нас выхода нет. Чем скорее начнем, тем меньше жертв. Не дам, запротестовал Панкин. Отвечать будете? Ответим, сказал Прохоров. А мешкать нельзя. Завтра с утра и начнем. Десяток лыж в деревне найдется. Охотники тоже. К вечеру, когда на дороге нашли полурасплавленный велосипед Вальки-почтальонши, ее саму в бессознательном состоянии, Панкин капитулировал. Ладно, на мой страх и риск. Берите. Только и я с вами. Сафари с огнетушителями. На рассвете к подводной тропе вышли семеро охотников во главе с Прохоровым. У каждого под локтем болтался на охотничьем ремешке огнетушитель. Кто посильнее взял два? Сафари на Венере, сострил Панкин. Никто не откликнулся, только Прохоров, нащупав ногой тропу в осоке, сурово погрозил пальцем. Придержи язык, парень. Не на волка идем. Болото встретило нас с тем же сизоватым туманом, пронизывающий до костей сыростью, ядовитой зеленью осоки и дегтярной водой в широких, как пруды, бочажках. Пахло тиной и тухлыми яйцами. «Сероводород», пояснил всезнающий Панкин. И опять никто не откликнулся. Только чмокали, тяжело разбрасывая грязь сапоги, осторожно ступавшие по узкой хребтини тропы. Огневки не показывались. Или улетели, или спали где-нибудь в кипящей воде. Мы шарили глазами по сторонам, пытаясь отыскать в рассеивающемся тумане следы этих диковинных гейзеров, пока Прохоров, возглавляющий нашу цепочку, не крикнул. «Справа кипит!» Я увидел то же самое, что и в первый раз. Ржавая вода в бочажке кипела, как в чайнике. Затем что-то свернулось трубкой и двинулось к нам над стрелками опаленной осоки, словно на воздушной подушке. Прохоров замешкался, но шедший за ним по пятам охотник успел нажать баёк огнетушителя. Струя пены ударила прямо в центр огненной трубки. Она съежилась, сморщилась, сломалась, как смятая в руке сигарета. Пена буквально съедала самую ткань огнёвки. То, что могло стать огненно-багровым листом, потонуло в ржавой воде, словно старая грязная тряпка. Даже вода нигде не вспузырилась. — Клёво, — сказал охотник. Настроение у всех поднялось. Прошлое ощущение беззащитности как рукой сняло. Уже не подводный горбль тропы откликался на каждый шаг наш, а прогибавшиеся в холодной грязи самодельные лыжи-плетёнки. Да и близость острова уже ощущалась и в густоте окружающего тумана, как бы собирающегося сюда со всего болота, и в более частом кустарнике на кочках. Но ничто не выдавало присутствия поджидающего нас зверя. Да и можно ли было назвать это нечто зверем? Кто знает, может быть, на неведомой нам планете это был растительный организм вроде летающего цветка мухоловки. Огонь внутри. А разве наша крапива не обжигает? Только природа ожога и его сила сделали эту летающую крапиву смертельно опасной. Остров на болоте. Клочок торфяной суши, окружённый вязкой ржавой топью с проплешинами осоки и ряски. Яркой даже в эти белёсые утренние часы. Солнце уже взошло, хотя из лесу его видно не было. Но в хлопьях тумана на берегу уже проступали переплетения кустарника, почти чёрного по сравнению с болотной зеленью. Болото мелело, теряло вязкость, плетённые лыжи уходили под воду. Прохоров снял их и стоял по колено в грязи. «Лыжи оставим вон на той горбинке», — он указал на полосу подсохшей рыжей грязи, полого подымающейся за его спиной к кустам, цеплявшим туман, как новогодняя ёлка вату. «Отсюда начнём, сюда и вернёмся. Пойдём в растяжку полукольцом, как на зверя. Ничего не пропускай, какая бы пакость не встретилась. Любую туши». «А ежели не горит?» — спросил кто-то. «Всё одно пропенивай». Мы ринулись напрямик сквозь кусты, ломая и раздвигая их. Никакой внеземной жизни кругом, только цепкий таёжный кустарник, продираться сквозь который с нашим необычным охотничьим снаряжением, было адски трудно. Казалось, мы преодолевали проволочные заграждения на особо укреплённом участке. Все молчали, будто боясь неосторожно вырвавшимся словом насторожить врага. Лишь тогда, когда кусты раступились под напором замшелых елей и лиственниц, Прохоров, тяжело вздохнув, проговорил. «Не пойму что-то». «Чего именно?» Подлесок разросся. Всего три месяца назад по весне здесь лазил. Никакой чаще. Да и трава на луговине разрослась, как подкормленная. В траве цветы какие-то, белые пучки на жирных стеблях. А между ними… «Стой!» – крикнул Прохоров. Раздвигая цветы, на нас без всякой опоры медленно плыли в воздухе, а может быть подпрыгивали, отталкиваясь от стеблей и листьев, жёлтые и синие авоськи, в каких хозяйке приносят с базара зелень, только более ёмкие и редкие, с широкими переплетениями, словно у гамака. То сжимаясь, то раздуваясь, они приближались к нам совершенно бесшумно, как в любительском фильме, который не захотели или не сумели озвучить. Первым ударил из огнетушителя Прохоров, потом я. Две струи пены смяли диковинные создания, спутали их плетёнку и погасили цвет. Упали они в траву, рыжие, как ржавая вода в болоте, и расползлись жижицей. — Капут, — сказал Прохоров. — Подождём, поглядим, что это за сеточки. Может, ещё выплывут. Сама паутина на мух идёт. — А где же мухи-то? — Да, — огляделся Прохоров, — нет мошкары. Ни паука, ни комарика. И клещей твоих, должно быть, тоже нет. Действительно, лес как вымер. Ни одной мошки не промелькнуло перед глазами, ни одной бабочки не вспорхнуло с цветка. Ни стрекота, ни цокота, ни птичьего свиста. — Выделяют углекислоту в комплексе с аттрактантами, — сказал Панкин. Всё-таки он кое-что знал, этот новосибирский завхоз. — Аттрактанты — это всего-навсего вещества, привлекающие насекомых. Я это знал. А Прохоров спрашивать не стал, только нахмурился. Огнетушитель у Панкина по-прежнему болтался под локтем, а в руках сверкал линзами зоркий. Я уж давно приметил фотоаппарат, да помалкивал. Пока двух огнетушителей хватает, пусть щелкает. Ведь и ученые экспедиции надо что-то предъявить взамен живой авоськи. Отловить ее, думаю, не мог бы самый опытный зверолов. Справа кто-то вскрикнул. Раздалось шипение огнетушителя, отчаянный вопль. — Держи! И тут же из кустов выпрыгнуло какое-то странное сооружение. Членистоногое и членистотелое, если можно так выразиться. Потому что, собственно, тела не было, а двигался некий скелет из гибких велосипедных спиц трубок, по которым струилась, то и дело, менявшая цвет жидкость. Головы у существа не было, или она находилась в центре конструкции и напоминала никелированную зажигалку, увеличенную раз в десять. Щелкнул Зоркий. Потом еще раз. Но тут пенная струя из моего огнетушителя рубанула диковинного паука или кузнечика, рассекла его надвое и мгновенно превратила останки в рыжие хвостики, торчащие из пены. Зоркий опять щелкнул. — Штучки-дрючки! — неодобрительно сказал Прохоров. Но Панкина смутить было трудно. Он знал, что делал. — Вот эта штучка оставляет науке то, что вы разрушаете. Разрушили мы все, что не было порождением окружающего болота и леса. Одна за другой две пенные струи смыли в грязь еще трех кузнечиков. Погиб и огромный темно-зеленый шар, спрыгнувший на нас с высохшей елки. Шли мы настороженно и медленно. Все труднее становилось дышать. Где-то поблизости утечка кислорода из воздуха и приток углекислого газа происходили быстрее, чем восстанавливалось природное равновесие. — По-моему, это и есть центральный очаг, — сказал Панкин. — Чего? — не понял Прохоров. — Внеземной жизни. Должно быть здесь и упал контейнер. — Погодите, — насторожился Прохоров. Я сейчас передам по цепочке. Знаю где. В Митькином логе. Я уже не спрашивал, откуда у него такая уверенность. Минут пять мы прождали в зловещей тишине леса, без насекомых и птиц, пока бесшумно, как индеец, не появился Прохоров. Ермолая Короткова обожгло. Сквозь зубы проговорил он. Замешкался, не успел ударить струей. Хорошо другие помогли. — Пошли. — Прохоров ринулся в темный строй наполовину сожженных елей. Какой пожар здесь бушевал, было ясно. До сих пор я шел, охваченный только возбуждением и любопытством, и страха не испытывал ни чуточки. Понимать-то я понимал, на что иду, а вот оценить опасности не мог. А сейчас бешеные глаза Прохорова, его нехотя сквозь зубы брошенная реплика, словно в прорубь меня окнули. Даже сердце заледенело, и судорогой икры свело. Душа в пятки ушла. Все-таки есть что-то в этой прилипшей к языку поговорочке. Так и двинулись мы вслед за Прохоровым, даже словом не обмолвились. Должно быть, и до Панкина дошло. Снял с плеча огнетушитель и шепотком попросил. — Покажи, как действовать. Срод в руках не держал. Я показал наскоро и побежал, боясь потерять Прохорова в этом вдруг ставшем каким-то неземным лесу. Миткин Лок находился, оказывается, буквально в двух шагах. Этакая рыжая ложбинка метров десяти в поперечнике с черной водой на дне. По дороге прикончили еще два скелетных созданица. Любопытно, что вся эта тварь погибала беззвучно. Не пискнув, не простонав, должно быть, не было у нее органов, способных воспроизводить звуки. А как она угадывала наше приближение, можно только гадать. Мы очутились на краю ложбины, освещенной еще низким нежарким солнцем. Но туман уже растаял, и все было видно, как на ладони. По мелководью плавали зеленые шары. Точь-в-точь арбузы на бахче. Только вдвое крупнее. А по обеим сторонам ложбины на подсохшем торфе, близко-близко друг к другу, валялись скрученные, как ковры и коврики, знакомые рыжие листы, почти неотличимые от торфяной ржави. Сколько их было, я не считал, вероятно, больше десятка. Лежали они беззвучно, но не мертво. То и дело ворочались и потягивались, словно утреннее ласковое солнце доставляло им явное удовольствие. Что это были за организмы, растительные или животные, и что ими руководило инстинкт или разум, думаю, никто не сумел бы ответить. Но перед нами была жизнь, и жизнь враждебная. Любой из ковров и ковриков мог развернуться и обнажить свое огненное нутро, в тисках которого плавилась даже сталь. С огнетушителями в руках, нацеленными как автоматы, стояли мы молча, неподвижно, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Но огневки обладали каким-то локатором. Не прошло и минуты, как ковры и коврики начали набухать. Вероятно, то же самое только в миниатюре видел и Кросби, наблюдая за своими листиками-трубочками в пластмассовой камере. Только он не предвидел последствий, а мы их знали и потому не мешкали. Пенные струи с двух противоположных краев одновременно ударили по ложбине. Я успел заметить, что Панкин в последний момент все же сменил свой огнетушитель на зоркий, но и без его помощи сражение было выиграно. За какие-нибудь полторы-две минуты в ложбине будто выпал снег. В хлопьях его сразу же угасли шары, они так и не выбрались из-под густого слоя губительной пены. Но огневки боролись. То одна, то другая, стряхнув брызги пены, разворачивалась до красна накаленная, но в тот же миг в нее ударяла смертоносная струя. Лист съеживался, мельчал, таял, смешиваясь с белыми пенными хлопьями. Некоторым удалось подняться метра на два, но тут их настигали щелочь и кислота. Я уже давно взял огнетушитель Панкина. Забыв обо всем, он даже спустился со своей камерой в ложбину и чуть не погиб, подвернувшись под огненное крыло огневки. Мой огнетушитель срезал это крыло как нож. Оно съежилось и погасло. А Панкин словно и не заметил ничего, пока чья-то пенная струя не ударила ему прямо в лицо. Отплевываясь и ругаясь, он выбрался из ложбины, чтобы сменить кассету. Не более десяти минут продолжался бой. Сейчас рассказ об этом может показаться даже забавным. Подумаешь, как пожар потушили десяткам огнетушителей. Но тогда нам было не до смеху. Не на волка идем, похарактеризовал предстоявший бой Прохоров. Сразу разобравшийся, какую угрозу несли эти твари, способные восстанавливать свою структуру даже после взрыва гранаты. И кто знает, нашла бы наша наука так быстро столь простое и надежное оружие, какой подсказал случай английскому школьнику Родди. Когда пена улеглась и перестала пузыриться, покрыв погребенные в ней останки нерожденных землею созданий, Прохоров подошел ко мне. Его глаза горели, уже не закипающим бешенством, а благостным торжеством победы. Ну как, кажись, справились? Прочешем еще разок островок и домой. Мы уничтожили еще десяток синих и желтых овосек, притаившихся в мелком ельнике, несколько зеленых шаров, дремавших на отмеле, и одну огневку, вероятно, как-то уцелевшую в хлопьях губительной пены. Маленький коврик был покрыт большим двухметровым. Переждав немного, он потом выполз на торфяной откос, отделавшись двумя-тремя выщербленными пеной кусками. Но все, учитывающий Прохоров, вернулся и добил огневку. Обратный путь прошли молча и почему-то вдвое скорее, может быть потому, что ничто не настораживало, не тревожило, не отвлекало внимания. Сложили огнетушители во дворе у Прохорова и разошлись по домам. Будто ничего особенного и не случилось. Так удачная охота не больше. Только Прохоров, прощаясь, предупредил. Завтра ученые прибудут, никому далеко не уходить. Панкин тяжело вздохнул, но ничего не сказал. И только у Прохорова, согреваясь чаем с медовым настоем, проговорил, опустив глаза. А меня, наверное, с работы снимут. За что? За самовольство, огнетушители дал. Ты же не давал, мы сами взяли. А думаешь, вам сойдет? Соображаешь, что потеряла наука? Уничтожить единственный очаг внеземной жизни? Судом, по-моему, пахнет. И нерайонным. Я даже растерялся, не зная, что ответить за вхозу. Меня опередил Прохоров. Его черные глаза буравили Панкина со знакомым мне бешенством. Ты вот что скажи. Эта твоя неземная жизнь людям враждебна? А? Враждебна? Признаешь? А за сколько дней, по-твоему, она опериться может? Панкин, как школьник, считая, загибал пальцы. Ну, с падения контейнера, думаю, дней двенадцать прошло. А через пяток они уже вылетывают и нападают. Сколько людей в больнице? И еще хорошо отделались? Скажешь, огневки, мол, жгли, а не арбузы. А ты ел этот арбуз? Может, он сам съел бы тебя, сойди с ним один на один. Неземная жизнь. Да кто знает, зачем ее к нам забросили и с какой быстротой она плод дает. И можно ли ее приручить или огородить, как в зоопарке. И твои ученые на это не ответят. Поглядят на твои картинки и будут гадать. Хошь верь, хошь не верь, так все и выйдет. Никого из нас, понятно, не судили. Панкина с работы не сняли. Да и даже вынесли ему благодарность за находчивость. Как-никак он дал науке ценнейший материал для изучения спор внеземной жизни. Фотоснимки Панкина, размноженные в миллионных экземпляров, появились в печати и на телеэкранах всех континентов. Изучались и обсуждались на симпозиумах и конгрессах. И все же мировая наука так и не смогла дать ответа на вопросы, бесхитростно сформулированные Прохоровым. Пожалуй, единственным бесспорным документом оказалась выпущенная и в Советском Союзе, и в Англии, и без моего участия, красочно иллюстрированная история Хейлшемского и Усть-Хатимского метеоритов, из которой я и заимствую все здесь рассказанное, опуская многочисленные, порой смелые, но едва ли достаточно обоснованные научно-гипотезы.